Здравствуйте, в эфире доктор Курпатов. Многим испортила жизнь легенда о второй половинке. Андрей Курпатов, психотерапевт в Сея Руси, знаменитый телепсихолог. Я был психиатром и когнитивно-поведенческим психотерапевтом. Я работал в психиатрической больнице. Автор бестселлеров «Таблетка от страха. Как победить панические атаки. Три роковых инстинкта. Жизнь, власть, секс». В последней книге Курпатов задается вопросом, почему иногда так сложно взять себя в руки и контролировать собственные эмоции, сталкиваясь с трудными жизненными ситуациями. И как все-таки это делать? Кажется, ответ из собственной книги Андрею Владимировичу сейчас очень помогает. Ведь ему удается выступать на конференциях, продавать свои книги, а главное – выходить сухим из воды, когда личная жизнь и репутация мозгового маэстро буквально трещит по швам. Ладно, давайте про Курпатов, давайте пройдемся по Голубой Луне. Вы же знаете, как я люблю эту тему. Давайте. Не хочется сейчас обсуждать его личную сексуальную жизнь. Но как же так вышло, что психолог высшего разряда угодил в ситуацию, которая идет вразрез с его научными взглядами, советами и многочисленными трудами? Как говорится, я психолог, но только себе помочь не могу. Так что ли? В общем, давайте разбираться. Может, уж не все так и плохо? Красная полоса у доктора Курпатова началась после того, как телеведущего, продюсера, психотерапевта, писателя и предпринимателя обокрали. И не кто-нибудь, а личный помощник. Вот ведь змею пригрел на груди. 25-летнего Алексея Иевского по заявлению Курпатова обвинили в мошенничестве в воровстве особо крупном размере. А именно в краже бриллиантовых сережек и часов на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Также главный российский мозговед заявил, что его помощник Алексей завладел по договоренности дорогостоящим автомобилем марки Porsche Cayenne Coupe стоимостью 9 миллионов 300 тысяч рублей. И я этого не совершал. Добиться у следствия этого не получится. И тут наша доблестная полиция сработала как надо. Четко и быстро. Алексея задержали, заковали в наручники, а в арендованной им квартире на планерной улице в Петербурге провели обыск. Изъяли два телефона. Теперь экс-помощник многоуважаемого психотерапевта сидит в СИЗО. И если его вина будет доказана, то он уедет в колонию как минимум на 10 лет. Новое судебное заседание назначено на конец декабря. Но ситуация начала обрастать дикими подробностями. Дело в том, что два месяца обвиняемый Евский молчал. Но 23 ноября при обжаловании меры пресечения в Петербургском горсуде сделал шокирующее признание. А точнее камин-аут. Из результатов хотя бы переписки или всех остальных каких-то наших вещественных доказательств, видно, что у нас с ним были достаточно близкие отношения и они прервались. Он привел в наш общий дом своего бывшего бойфренда, о чем мне не сообщил. После того, как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов на некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Согласно показаниям Алексея Евского, доктор вел совместное хозяйство и быт со своим помощником. И по его словам, у них были даже любовные отношения. Конечно, нашлись те, кто словам обвиняемого не поверил. Все-таки авторитет у Андрея Курпатова имеется. Я напомню, три года назад он получил назначение в крупнейшем банке России. А именно является научным руководителем лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Я не удивлюсь, если через пять лет Германос, конечно, вас вместо себя пригласит возглавить Сбербанк. Или хотя бы вместо Львахасиса. Ну, давайте вернемся к уголовному делу. В руках прессы оказалась личная переписка Курпатова и Евского, которая велась с декабря 2019 по сентябрь 2021 года. Дело в том, что родители Алексея пришли прибраться в той самой квартире после его задержания и нашли телефон под подушкой. А там, собственно, то, что слито в сеть. Распечатки сообщений родственники заверили нотариально и уже передали следствию. В них есть и про дорогие часы, которые были по версии Курпатова украдены. Однако, судя по переписке, перед покупкой швейцарских часов за 1 миллион 300 тысяч рублей Иевский спросит у Курпатова, цитата, «Малыш, ты не против, если я возьму эти часы?» На что тот отвечает, «Да, конечно». А вот с Порше, судя по переписке, получилось вот как. Авто покупалось для Иевского, но оформлено должно было быть на Курпатова. Тем не менее, Иевский попросил персонала автосалона, чтобы дорогую тачку оформили на него. Обо всем этом Курпатов в итоге знал, и Алексей даже возил на ней доктора. Ну, как бы воровством здесь не особо пахнет. В одном из диалогов Иевский пишет, что все вернет, обвиняя известного теледоктора, что тот всех подкупает. В общем, вдаваться в дальнейшие подробности взаимоотношений Курпатова и его экс-помощника не стоит. Следствию еще предстоит разобраться в правдивости сообщения. Кринжот, который вы видите, это абсолютный фейк, гнусная гнусность. И просто, ну, не знаю, у меня прям сердце разрывает. Кажется, доктор Курпатов уже рассказал про самого себя в одной из своих передач на Первом канале, когда только начинал свою карьеру. Люди ищут свою половину, не всегда находят, устают искать и берут то, что попадется. Это четвертинки, осьмушки, но еще не самые лучшие. Кстати, вот Алексей Иевский на фото с отцом в воздиках с бриллиантами. По словам Иевского старшего, сын на день рождения их подарил его знаменитый и уважаемый начальник. Ну, подарки в любом случае не от дарки. С этим более-менее ясно. Ну, а как же быть с недвижимостью? По версии Курпатова, бывший подчиненный ввел его в такое сильное заблуждение, что получил с доктора генеральную доверенность и оформил на себя четыре земельных участка в Ленинградской области и коммунальную квартиру в Санкт-Петербурге. Ну, понятно, да, что добрыми делами мы мастим сами себе дорогу, знаем куда. Парень был взят на работу исключительно из жалости, потому что он гомосексуалист. Мы знали об этом с самого начала, собственно говоря, поэтому его жалели, потому что он болен. И мало того, что он болен, мы еще прекрасно знали его мужа, потому что, собственно говоря, с этим мужем потом они и стали воровать деньги. В общем, уголовное дело, как поговаривают источники, в тупике. И Евский мне признает вину. У меня есть намерение работать со следователем. Меня сейчас лишили возможности заботиться о моем отце, оберегать свою семью и доказывать мою невиновность. А Курпатов считает, что все, что с ним произошло, самый настоящий рейдерский захват из 90-х. И просят следствие взыскать с бывшего помощника 39 миллионов рублей. Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм. Правда, запись сейчас недоступна. И это весь комментарий на эту тему. Если у вас возникают проблемы на личном фронте, не думайте, что все дело только в отсутствии достойных мужчин. Впрочем, поддержку Евского в сети запущена петиция под названием «Спасите Алексея Евского» от Андрея Курпатова. Правда, пока подписавшихся не так много. Ну что ж, кто тут жертва, а кто преступник, решит суд. Но репутация медийного психотерапевта пошатнулась нехило. Надеемся, легенда о второй половинке не испортит ему жизнь. Мы рассказали лишь имеющуюся информацию. Думаю, с выводами вы справитесь сами. Поделитесь ими в комментариях. Поделитесь ими в комментариях.